Ну привет, милые зрители! В эфире первого городского итоговый выпуск информационного канала «Город». Подведение итогов новостей недели. В студии Роман Корнеев. Давайте вместе окинем прошедшую неделю незамутненным, свежим взглядом и посмотрим, какие же новости, какие же истории, рассказанные нашими журналистами, были хорошими, а какие плохими. И выясним, хорошая была неделя или так себе. Приступаем. Конечно же, на этой неделе главной темой, естественно, оставался коронавирус. В нашем городе растет количество заболевших. Причем коронавирус очень сильно молодеет. Уже люди младше 40 попадают и попадают с тяжелыми осложнениями и тяжелейшими диагнозами в больнице. Продолжается прививочная кампания, а справки о вакцинировании начали требовать у тех, кто отправляется на отдых. И вот на этом фоне голову подняли криминальные элементы. Сейчас справки об отрицательном тесте на коронавирус требуются для поездок в другие страны и для возвращения обратно в Россию. В некоторых регионах власти ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения, поэтому спрос рождает предложение. Наши полицейские обнаружили несколько сайтов, где кировчане могут приобрести справки об отсутствии коронавируса или о пройденной вакцинации. Один сайт уже заблокировали по требованию полицейских, два в процессе ликвидации. А уголовная ответственность ожирает как тех, кто покупает поддельные документы, так и тех, кто их готовит. Предусмотрено наказание, крупный денежный штраф, обязательные либо из прав работы, а также может быть назначен арест на срок до 6 месяцев. Информацию о фактах предложений по изготовлению поддельных документов, о прохождении вакцинации, результатов ПЦР-тестов можно сообщить по телефону 02, если есть мобильного телефона 102. Полиция примет меры реагирования по привлечению к ответственности виновных лиц. Ну и помимо проблем с законом, люди, которые покупают поддельные документы, могут подвергнуть опасности и свое здоровье, и здоровье окружающих. А вот центральный объект следующей темы подделывают реже, а цена на него растет. Итак, друзья, растет цена на дизельное топливо и на бензин. За прошлую неделю ценник вырос на 20 копеек и на то и на другое за литр. Чего ждать очередного взлета цен или заморозки? И кто контролирует эти цены, расскажет наш корреспондент Алексей Иванов. С начала года цена на литр 92-го бензина выросла почти на полтора рубля. 95-й показал рост на 2 рубля. Залить полный бак в среднем 50 литров стало дороже на 100 рублей. Некоторые заправки поднимали цены еще больше, чем и привлекли внимание антимонопольной службы. Мы выявили такого рода на пяти заправках города Кирова. В течение нескольких месяцев «Лукойл» Уралнефтепродукт повышала цену. Мы считаем, что это повышение было необоснованно. То есть с 6 утра до 22 часов вечера на этих заправках цена была выше на 90 копеек, на 92-й бензин. Чиновники призвали топливную компанию к ответу и цены вернули к обычным. Тем не менее, кировчане считают их все равно высокими. Водители чувствуют возросшую нагрузку на свой бюджет, но сделать ничего не могут. Лишь надеются, что больше роста не будет. Да, блин, повлияло. Бюджетно по карманам ударяет, да и все, что. Хоть вроде бы и газ, и все есть, все наше. Ну, как, добываем все то же самое, а цены растут. Почему? Фиг знает. Слишком дорого как-то. Чуть ли не каждый месяц растет на 20, на 30 копеек. Как-то это очень, очень много. А никогда, никогда ничего не падало вниз. Все равно на бюджете это складывается. Блияет вот не сильно заработок, тем более, как бы я езжу на бензин и на газу. Яндекс пытается доплачивать какие-то моменты в час пики, но в целом заявки наоборот цены падают. В Кировской области отрицательно выделяется среди других регионов по стоимости бензина. Также и по уровню средней заработной платы. В Татарстане и у других соседей по Приловскому федеральному округу стоимость литра топлива в среднем на 1 рубль меньше. В антимонопольной службе обещали с этим разобраться. У нас действительно достаточно высокие цены по сравнению с другими регионами, например, в ПФО. Мы сделали запросы компании, получим ответы и тогда будем устанавливать, имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления монопольно высокой цены. В лучшем случае цены на бензин могут заморозить, снижение очень маловероятно. Как пояснили чиновники, все зависит от закупочной цены на топливо. Если ее не изменить, то и розничная цена уменьшаться не будет. Эксперты независимого топливного союза считают, что это только самое начало роста. До конца лета литр бензина может подорожать на 50 копеек, что приведет к росту цен на другие товары и услуги. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». И много обсуждали на этой неделе возвращение Никиты Белых, бывшего губернатора, вернули в Кировскую область уже в который раз. И, как сообщают федеральные источники, на него может быть заведено новое уголовное дело. Кировский следком подтвердил, что Никита Белых этапирован сюда. Но вот адвокат бывшего губернатора сообщил, что причина доставки не связана с новым уголовным делом. Он этапирован исключительно в рамках дела, которое возбуждено в июне 2020 года. По фактам, связанным с деятельностью компании КРИК, служебное жилье к этому уголовному делу не имеет никакого отношения. Он собственником его не был, был только там зарегистрирован и давно уже выписан оттуда. Андрей Грохтов это сказал в понедельник, но ровно во вторник, через сутки, свою информацию уже обнародовал Следственный комитет. И выяснилось, что дело все-таки возбуждено. Действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки, то есть заключение договора займа компании КРИК с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей. В последующем он в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Другие компании, полученные суммы в компанию КРИК, не вернули. Другая организация обратилась в арбитражный суд Кировской области и по решению суда правительство региона вернула ипотечной корпорации более 200 миллионов рублей. Новость это, конечно же, грустная. А мы перейдем к новости, которая чуть более радостная от пенсионного фонда. Другой вопрос, насколько она реальна. Дело в том, что пенсионный фонд сообщил, что к 2024 году пенсия составит не менее 20 тысяч рублей. И к 2024 году ситуация будет такой, что пенсионерам будет быть выгодно и не придется работать. Вот такую байку рассказал нам пенсионный фонд. Насколько эта история реальна, ну сложно сказать. А вот чем заниматься на пенсии, эти истории вполне реальны, нам рассказали кировчане. Малышей содержать в нужном порядке. Мы? Не знаю. Дома сидеть, наверное. Ну прикольно, типа, дома сидеть, это круто. Телевизор смотрит? Я не знаю просто, чем обычно занимаются старушки. Ну, телевизор смотрят, вяжут, пьют. Внукам так. Мы еще об этом не думали, нам еще долго до пенсии. До пенсии? Отдыхать. Отдыхать, да. Где будете отдыхать? В лесу. В лесу? Ну, для начала свою страну бы изучить хорошенечко, а потом уже можно и за границу куда-нибудь слетать. Отдыхать, путешествовать. Да нет, что-то жить надо. Продолжать жить, чтобы не тужить. Да. Ну, примерно так, как ты. Дай бог, чтобы мы все так же путешествовали. В Германию. Нет. Альфовать, разводить. Молодежь, наверное. Не знаю, внукам посвящу. Ой, да жить бы. На пенсии планирую накопить какие-то средства, жить за городом, растить внуков и ухаживать за садом и огородом. Отдыхать. Разработка микросхем для шим-контроллера. Регулирует обороты двигателей. Ну, а мы продолжаем. И продолжаем мы прекрасной нелепостью. Творческое объединение «Вятский субъектив» открыло необычную выставку. Выставку безобразия. Организаторы нашли и объединили вещи, которые по отдельности выглядят нелепо и даже глупо. Однако вместе они вызывают чувство, которое наш журналист окрестила как чувство какого-то странного, интересного стыда. В общем, подробнее в материале Юлии Ситниковой. Выставка начинается именно здесь, у входа в дом. Атмосферу будущей экспозиции задает скамейка из деревянных подонов и свиньи из пластиковых бутылок. Кто-то назовет это безобразием, а кто-то искусством. Именно этой фразой можно охарактеризовать всю выставку. Выставка безобразия о том, что нас окружает каждый день. Однообразное объявление на фонарных столбах и одежда, которая, казалось бы, давно уже вышла из моды. На выставке хотят показать и другую сторону этих вещей. Найти красоту в том, что кажется безобразным. То, что сейчас приосмысляют модные художники в Москве, это у нас есть на полном серьезе за окном. И можно смотреть на Киров как, о, ну это такой обычный город. А можно смотреть, да у нас, ребята, все настолько стильно. Здесь главное показать, что вещи, которые обычно кажутся нам некрасивыми, на самом деле мы любим. Поэтому особенностью выставки можно назвать то, что большинство экспонатов для нее не создавали специально. Многие вещи организаторы нашли на улице и в магазинах некоторые экспонаты принесли их знакомые. Часть предметов это то, что они нашли во время разбора старой коммунальной квартиры. Пространство, где сейчас и проходит выставка. Например, эти санки-ледянки появились раньше, чем выставка, поэтому их назвали нулевым экспонатом. Мы случайно нашли ледянку. Мы разбирали старый хлам в квартире, которая стала нашим пространством. И нашли старую ледянку, на которой написано почему-то слово «престиж». Потому что у нас были голые стены, 3,80 потолки, и мы решили чем-то занять целую стену и повесили в центр ее ледянку. И стали наблюдать, что люди, которые приходят к нам в гости, они останавливаются и смотрят на нее долго, и размышляют о чем-то. И эта ледянка, она несет в себе что-то важное. Одной из главных композиций выставки можно назвать комнату с троном из мягких игрушек по центру и детскими фотографиями. Ее назвали «Первый перелом». Подобные фотографии в детстве были практически у каждого. Это то, что нас объединяет. Однако многие вспоминают, что такие снимки в детстве сдавались с трудом. Я думаю, что это трон детских страхов или, не знаю, трон красоты, которую детям говорят, что это очень красиво. Возьми этого слоненка и улыбайся на камеру и фотографируйся. Ты видишь фотографию с ребенком, и она должна создать ощущение, что это ребенок со своей любимой игрушкой. Но он ее видит первый раз. Кстати, Павел на выставке поделился и своей фотографией. Он рассказал, как делался этот снимок и почему мальчик на фотографии выглядит грустным рядом с любимой игрушкой. Это моя, наверное, первая фотография с игрушкой. И я здесь практически плачу. Я помню, что я пришел и фотограф мне сказал, красивые дети так не ведут себя, ты очень некрасивый. Выставка будет работать совсем недолго, поэтому, если хотите увидеть безобразно прекрасную композицию, стоит поторопиться. Увидеть экспонаты можно до 31 июля по адресу улица Ленина, дом 67. Вход на выставку бесплатный, однако творческое объединение «Вятский субъектив» принимает пожертвования на восстановление своего пространства. Сумма может быть абсолютно любой. На прошлой неделе стоялась премьера спектакля под названием «Человек из Подольска». И спектакль посвящен абсурдности жизни в России. В общем, то, с чем мы с вами и живем. Причем эту премьеру провел театр, который не является профессиональным, в котором не играют профессиональные актеры. Театр любительский. О театре абсурда в прямом и переносном смысле расскажет Ксения Веснина. «Человек из Подольска» – пьеса писателя Дмитрия Данилова. Автор пишет про абсурд. Мужчина задержан полицейским за ни за что. Однако главный герой этому почти не удивился. Ведь в России такое может случиться с каждым и в любом городе. В данном случае действия спектакля режиссер перенес в Кирово-Чепецк. Понятно, что людям интересно слушать о том, где они находятся. Что такое Подольск, что такое Москва, кто-то знает, кто-то не знает. Я вот в Подольске не был. На электричке там не ездил. Этих мостов и фабрик там не видел. Ну, может быть, и видел, но это было проездом. Ну, Данилов сам говорил, что это, в принципе, история, которая могла произойти где угодно. Театр любительский. Роли играют непрофессиональные актеры. Однако проникнуться в своего героя удалось каждому. Денис Краев, исполняющий роль полицейского, пришел в театр, чтобы побороть страх перед сценой. Это его уже вторая роль. Меня тут решили сломать. Я натура импульсивная. Полицейский – это такой человек строгий, он сдержанный, да, то есть вот камень. И вот тут меня как раз-таки и ломает, по сути, потому что я должен сохранять вот это, что называется, покерфейс. Но временами, конечно, все-таки будет что-то вылетать. Точно так же и другие играющие на сцене в театр пришли, чтобы раскрепоститься. Для актера, исполняющего роль задержанного, эта роль была дебютом. Чтобы актерам, любителям легче было вжиться в роль, режиссер готовил для них специальные тренинги и выбирал уникальный реквизит. В спектакле используются разные предметы, которые внес сам режиссер. Например, самурайский меч. Но для чего, вы сможете узнать в новом театральном сезоне. Человека из Подольска можно будет увидеть на сцене в новом театральном сезоне. Он начнется этой осенью. Еще одно позитивное событие – это открытие в нашем городе выставки «Вятские львы. Городские стражи». Многие из нас с вами замечали, гуляя по городу, что некоторые дома охраняют каменные львы. Вся эта выставка как раз посвящена этим львам, скульптурам, реальным скульптурам и фотографиям этих каменных охранников. На этой выставке расскажут, откуда все-таки появилась мода на львов в Кирове и в чем особенность этого вятского льва. Сейчас идет монтаж выставки. Каждый экспонат занимает свое место. Эту скульптуру кировчане еще не видели вживую. Она попала в музей из частной коллекции. У этого льва была пара. Они украшали дом на перекрестке улиц Воровского и Володарского в 70-х годах прошлого века. Это было два льва, которые стояли на крыше дома Бальхозина. В конце 1970-х годов, во время, видимо, серьезной бури, эти оба льва, их сорвало с крыши. И один из них оказался в частном собрании. Мода на таких охранников дома пошла из Санкт-Петербурга. Львы у ворот были символом достатка и просто привлекали внимание людей. Однако, в отличие от питерских животных, у вятских есть своя особенность. Морда их как бы расплывается в добродушной улыбке. Это можно проследить на множестве фотографий на выставке. Кстати, большинство снимков здесь авторские. Сотрудники музея действительно позаботились о разнообразии экспозиции. На самом деле, свое начало выставка берет именно здесь. Идея показать вятских львов возникла почти случайно, когда сотрудники музея обратили внимание на свой постоянный экспонат. Правда, встречать гостей выставки эти львы не будут. Они слишком тяжелые, чтобы их перенесли к залу с экспозицией. Кировчане на выставке смогут увидеть не только скульптуры львов. Эти животные были украшением и в самих домах. Чаще всего хищников изображали на припичных досках. Рисунки были не только для красоты. Они выполняли и функцию оберега. Правда, рассматривая сейчас некоторые изображения, даже не подумая, что это лев. Серый зверь больше похож на волка. У них не было в тайдайте льва. И в цирке, и в цирке они еще, наверное, не это самое, и балаганов не было, наверное, не ходили. Вот как они их себе представляли, извините, так они их себе и показывали. Таких львов чаще всего изображали в цветах или рядом с петухами. Откуда пошла такая традиция, можно узнать на выставке. Кстати, здесь покажут и фото современных львов. В музее отметили, что скульптуры хищников частично возвращаются в Киров. Увидеть, как выглядят все современные статуи вятских животных, можно в Кировском краеведческом музее. Экспозиция откроется 9 июня и будет работать до 19 сентября. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Ну, а одним из важных событий прошлой недели было культурно-историческое событие – это реконструкция одного из событий Великой Отечественной войны. Более 200 человек повторили битву, в которой приняла участие стрелковая дивизия, сформированная из кировчан. Причем история в этот день ожила до мельчайших подробностей. Все соответствовало духу времени и обмундирования, и техника. О реконструкции подвига наших земляков расскажет наш корреспондент Ксения Веснина. На поле все как по-настоящему. Солдаты в полном обмундировании с оружием наперевес. По легенде, события происходят 21 сентября 1944 года в Прибалтике, неподалеку от местечка Кунда, в территории Советской Эстонии. Именно здесь, в таллиннской наступательной операции, принимала участие 125-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Кирове. Несмотря на численное превосходство немецких войск, кировчане выстояли и одержали победу. Прибалтика не была еще освобождена Красной Армией, поэтому мирных горожан контролировали полицаи, помощники немецкой армии. Участникам реконструкции приходилось решать, кто будет отрицательным героем – немцем или полицаем, а кто положительным красноармейцем. Я по облику в очках со шляпой понравился руководителю Олегу Пельгуеву. Он сказал, что да, фолькштурмист, вылитый, поэтому красноармейцев у нас много, а с немцами и с полицаями у нас проблема. Для экипировки немецкого солдата нужна соответствующая форма, а здесь надо проще одеть шляпу тех времен, очки, рубашку, галстук. Играть роль полицая, ну, с одной стороны, не очень хорошо, конечно. Хочется всем быть красным командиром, ну, что сделаешь? Приходится отрицательные роли играть. Оказаться на передовой и ощутить военную атмосферу приехали люди из разных регионов. Сергей Александров прибыл из Ульяновска. Ему достался неположительный герой – солдат вермахта. На поле боя солдат Красной Армии, видимо, вошел в кураж и вступил с Сергеем в настоящую драку. Мне порвали погон, оторвали пуговицу. Я товарищу из Красной Армии объясняю. Вас много, нас мало. Будь любезен, пожалуйста, во время драки. Прими смерть. Не хочет? В итоге он мне порвал погон, умирать он не захотел. То есть вы сражались с ним? Ну, я с ним вел, скажем так, борьбу. Воссоздание сражения – кропотливый труд. У каждого солдата, полица и мирного горожанина форма была продумана до мелочей. Особенно проблематично было достать немецкую форму. Кому-то приходилось заказывать за границей, а кому-то – шить на заказ. Раздобыть какие-то элементы снаряжения просто так порой невозможно. Приходится искать мастера, который бы мог их сшить, изготовить. Например, тут присутствует работа кожевиного мастера, швии портного. То есть некоторые вещи мы шьем по историческим образцам самостоятельно. Приходя с фотографиями к мастеру, показывая их, что вот нам нужна такая вещь. Обсуждаем, где какой шов шел, должен он быть или не должен, как расположены карманы. Для полноты картины боевых действий применялась и военная техника 40-х годов. С советской стороны были представлены два танка и два бронеавтомобиля. А с немецкой стороны – самоходная артиллерийская установка и бронеавтомобиль. Организаторы реконструкции стремились приблизиться к максимальной точности, поэтому использовали оружие времен Великой Отечественной войны. В моих руках винтовка Мосина, и мы попробуем из нее выстрелить. Посмотреть на зрелищную битву пришли несколько сотен зрителей. Реконструкция стала живым уроком истории под открытым небом. Она призвана воспитывать не только патриотические чувства, но и развивать кругозор. Тут, наверное, не патриотизм, тут больше история. Тут вот люди смотрят, вот это оно было, все выглядело в ту пору, в чем ходили. Вот здесь очень приятно, а да, даже не в форме, а девушки приходят в моде, например, в их начало 50-х с белыми носочками, все они очень стильно смотрятся на фоне старых автомобилей. Эта реконструкция проходит в Кирове во второй раз. И в сравнении с позапрошлым годом участников на ней было больше. В следующем году реконструкция повторится. Организаторы и сценаристы подготовят насыщенный сюжет. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги прошедшей недели. И вы знаете, неделя по количеству положительных новостей оказалась, ну, практически сугубо, за исключением пары новостей, хорошей. И я искренне желаю, чтобы следующая неделя была такой же и у вас, дорогие зрители. В студии был Роман Корнеев, и напоминаю, какой город, такие и новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока.